Региональный центр Народный писатель Карачаева Черкесии Исаак Апаев Они показали хорошую технико-тактическую подготовку Во дворце спорта юбилейный прошел турнир по вольной борьбе памяти Юрия Аргунова Здравствуйте на телеканале Россия 24 Информационный выпуск Вести Карачаева Черкесия С вами Мурат Женкёзов В Архизе стартовала Всероссийская конференция по развитию инфраструктуры экспорта На нем подвели итоги деятельности региональных центров поддержки экспорта за первое полугодие 2023 года Мероприятие организовано Российским экспортным центром совместно с Министерством экономического развития республики и Центром Мой бизнес Карачаева Черкесии В рамках национального проекта мало и среднее предпринимательство Альбина Ламкова продолжит тему Во Всероссийской конференции инфраструктуры развития экспорта приняли участие представители российского экспортного центра 80 региональных центров поддержки экспорта и региональных органов исполнительной власти В условиях сложной экономической и внешнеполитической ситуации развитие экспортного потенциала нашей страны приобретает особый стратегический характер было отмечено на открытии конференции Развитие экспорта одним из приоритетов в государственной политике нашей страны и, несомненно, это требует от нас консолидации опыта, знаний ну и, собственно говоря, чем все сегодня здесь и собрались со своей стороны постараемся делать все для того, чтобы этот процесс у нас был максимально комфортным На встрече обсудили вопросы качественного взаимодействия центров поддержки экспорта и повышения эффективности работы А также провели обучающие мероприятия В процессе взаимодействия участники конференции передадут друг другу цену опыта работы Обсудят проблемные зоны и определят точки роста каждого региона Применяемая практика позволит иначе взглянуть на перспективы бизнеса и поможет решить текущие задачи предпринимателей в сфере экспорта Результаты проведенной работы в этом направлении каждый регион представил в форме деловой игры Этот момент оживил и разнообразил конференцию Нам всем мешает работать А вторая велика Мы не можем пройти В результате таких встреч инфраструктура поддержки экспорта становится сильнее А значит услуги малому и среднему бизнесу предоставляются более эффективно Было отмечено на мероприятии Мы отмечаем одними и теми же фразами Или нет Помните, экспорт – это просто Также в рамках конференции будут проведены стратегическая сессия по развитию экспортного потенциала регионов Презентация платформы «Мой экспорт», а также организована деловая игра «Конкурентный рынок для центров поддержки экспорта и центров «Мой бизнес» Альбина Ламкова, Вести Корчаева, Черкесия В 2024 году в центре города Усть-Джигуты появится современный парк отдыха и развлечений Сейчас здесь вовсю кипят строительные работы Как разрабатывался проект и откуда выделены средства на реконструкцию, расскажет Алла Качиева Вообще парк пользуется успехом у жителей города Мы здесь все всегда отдыхаем с детьми Вечером на велосипедах Мамочки с колясками гуляют И то, что будет преображение, нам нравится, мы довольны И ждем с нетерпением нового парка Уже к следующему 2024 году зона естественного озелененного пространства Отведенная для наслаждения и отдыха людей в самом центре Усть-Джигуты Будет готова Территория немаленькая, около 5 гектаров Мы в прошлом году участвовали в конкурсе малогородов и исторических поселений Всероссийском И победили там Нам выделен грант на реконструкцию нашего центрального парка Вот в рамках реализации этого проекта у нас большая реконструкция намечена Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды Проходит с 2018 года по поручению президента России Он входит в национальный проект «Жилье и городская среда» И направлен на благоустройство малых городов и исторических поселений В разработке проекта принимали участие Центр пространственного и территориального развития «Ярус» Совместно с администрацией Усть-Джигуты и Центром «Мой бизнес» С учетом запросов горожан, бизнеса, властей и социально-культурных учреждений Их идей и предложений Заявка города вошла в число победителей и получила финансовую поддержку К работам строители уже приступили У меня за спиной, вы можете видеть, будет разбита большая детская площадка Также на территории парка планируется установить спортивные снаряды Площадка спортивная Место тихого отдыха, чтобы люди более пожилого возраста тоже могли прийти отдохнуть Также у нас планируется реконструкция центральной площади Там будет новое покрытие установлено, плитка, фонтан В общем, постараемся сделать красиво Узжигута с населением более 31 тысячи человек Представители более 40 национальностей и множеством памятников и мемориальных комплексов Располагают в богатейшем историко-культурном наследии Также в городе расположены крупнейшие промышленные объекты округа и региона Такие как агрокомбинат, южный завод и кавказ-цемент и известняк Все эти особенности планируется сохранить и отразить в преобразованном центральном парке На центральной площади города, прилегающей к парку, появится зона фонтана в этническом стиле Также запланировано озеленение, обустройство точек продаж питания, мест для торговли и выставок, зоны Wi-Fi Площадку адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья Наш парк, в принципе, очень хороший парк, большие деревья, тенистый парк Местами, может быть, посмотрим, подсадим, но в основном деревья трогать мы не будем Деревья останутся, мы просто устроим дополнительные места отдыха Семейные кафе, зоны отдыха и рекреации Благодаря благоустройству и современным архитектурным решениям Парк станет местом притяжения для жителей всех возрастов и проезжающих Так как Узжигута расположена на пути исследований к основным туристическим объектам Карачаева-Черкесии Архызу, Дамбаю, Тибердинскому национальному парку и обсерватории Российской академии наук Алла Качива, Ахмад Чучаев, Анастасия Лой, Расул Бердиев Вести Карачаева-Черкесия, Узжигута В эти дни день рождения отмечает народный писатель Карачаева-Черкесии Исаак Апаев Автор 32 книг на ногайском и русском языках Его научные исследования печатались в различных теркологических сборниках А в этом году Государственный театр Республики Дагестан поставил пьесу «Операция Альмагуль» И комедия собрала полные залы зрителей Алла Динаева подробнее Герои ногайского произведения «Операция Альмагуль» известного писателя и публициста Иссы Капаева заговорили на аварском языке Государственный театр Республики Дагестан поставил пьесу в двух актах Режиссером выступил Магомед Ариб Сурхатилов Он является художественным руководителем аварского театра Язык совершенно другой Но ему очень сильно при постановке помогал наш Он сейчас директор Ногайского театра Республики Дагестан Наш Байсултан Джумакаев Язык все же с языком, работа тут с языком идет Эту комедию Исса Суинович написал давно А в 2010 году она была издана на русском языке Позже произведения напечатали и в книге драматические произведения на русском и на гайском языках Мне, конечно, очень интересно было актеры Я посмотрел, главная героиня очень хорошо сыграла в этом роль Молодые актеры, это совсем молодые люди Но очень своеобразно все это Я думаю, что там в театре у них перспектива есть И более сложные вещи ставят А это комедия, это небольшая комедия, всего три актера В книгу драматические произведения включены пьесы «Ветеран», «Маскарад» по-нагайски Народного писателя Сыкопаева Но режиссер выбрал комедию «Операция Альмагуль» И то, что театр Республики Дагестан поставил нагайскую пьесу Для автора стало приятной неожиданностью Это было неожиданно, совершенно неожиданно Они хотели сюрприз преподнести И хотели показать, что мы так относимся к нашей общей культуре И делаем такой подарок Спасибо, конечно, большое это дело Когда с другой местности, с другой республики такой шаг делают Алла Динаева, Светлана Кокова, Расул Бердзиев, Вести, Карачаево-Черкесия Карачаево-Черкесия – гостеприимный горный край В Москве на Чистопрутном бульваре открылась интерактивная фото-выставка На экспозиции представлено более 30 работ Желающие могут познакомиться с достопримечательностями нашей республики О столичной выставке с кавказским колоритом расскажет Дарья Тендит Сколько впечатляющих мест можно насчитать в Карачаево-Черкесии Для этого не хватит пальцев на обеих руках Сложно прочувствовать величие гор, мощь водопадов и очарование озер Невозможно оценить их красоту, не побывав в этих местах Красивейшие природные пейзажи – визитная карточка традиционных горнолыжных курортов Архиза и Домбая Они представляют широкие возможности для туризма, спорта и активного отдыха Их можно посетить в любое время года Я случайно проходил мимо вашей выставки И некоторые фотки прямо захватывают дух Появилось желание на мой следующий визит Обязательно поехать туда на пару дней и насладиться пейзажами и природой Завораживающая выставка, которая ознакомит жителей и гостей столицы С уникальными природными данными Колоритом, достопримечательностями Многообразие и красота заповедных уголков нашего региона Производят впечатление даже на тех, кто ни разу там не был Организаторами выставки выступили постоянные представительства Карачаевой Черкесии Со столичным департаментом культуры Очень красивая республика Я наблюдала, смотрела видеоролики и так далее Домбай, Архиз Хотела бы на горнолыжный курорт попасть Надеюсь, когда-нибудь увижу всю красоту этой республики Не знаю, очень аутентично Мне нравятся наряды такие национальные, красивые Ну, честному мнению, мне понравилось Ну, на самом деле, я там никогда не была, слышала мало Но знаю, что там есть горнолыжный курорт На специальных стендах размещены фотографии с QR-кодом Считав который, посетители выставки смогут узнать более подробную информацию о туристическом объекте Познакомиться с историей, интересными фактами А также посмотреть местонахождение и точный адрес представленного объекта Я только слышала, не посещала, но я прочитала про него И мне интересно его посетить Навела QR-код на камеру и прочла, что как раз здесь курорт снежный Где можно покататься на лыжах, сноутбордах и все тому подобное Очень заинтересовала это Фотовыставки под открытым небом на центральных бульварах столицы Уже стали традиционными и проводятся ежегодно Экспозиция на Чистопрудном бульваре будет размещена до 28 июля И посетить ее сможет каждый желающий Дарья Тендит, Вести Карачаева, Черкесия Курорт Архы стал лидером среди особых экономических зон туристско-рекреационного типа в России Такие данные отражены в отчете Минэкономразвития страны С показателем эффективности 95% Карачаевая Черкесия оставила позади Алтайский край и Тверскую область Особая экономическая зона Архыз на территориях Зеленчукского и Урубского районов появилась в 2010 году Молодой курорт стал лидером по числу туристов среди всех курортов СКФО Архыз по итогам 2022 года посетила более 800 тысяч туристов Более 100 юных спортсменов из городов и районов республики приняли участие в турнире по вольной борьбе Посвященный памяти мастера спорта СССР, заслуженного работника сельского хозяйства России Юрия Аргунова Который прошел во дворце спорта юбилейный Черкеска За ходом состязаний наблюдал наш корреспондент Алихан Лепшоков Вольная борьба Особый вид спорта, который воспитывает в человеке упорство, целеустремленность Формирует настоящих мужчин, сильных духом, каким был Юрий Аргунов В 1960 году Юрий Абубикирович стал мастером спорта СССР Являлся многократным победителем и призером всесоюзных международных турниров Этот турнир позволит отдать дань памяти вкладу Юрия Аргунова в развитие спорта республики А для молодых спортсменов повысить уровень мастерства, отметил председатель правительства Карачаева Черкесии Мурат Аргунов Сегодняшний турнир не просто спортивные соревнования, но и возможность отдать дань памяти Огромному вкладу Юрия Абубикировича в развитие спорта, поддержке молодежи и воспитании молодежи Не только в Карачаево Черкесской республике, но и в Ставропольском крае Он всегда уделял внимание подготовке будущих чемпионов, но самое главное это был человек с открытым сердцем Готовый оказать поддержку каждому, отмечали друзья, воспитанники и родные Юрия Аргунова Я хочу выразить огромную благодарность от нашей семьи, от нашего рода Всем, кто сегодня принимает участие, которые присутствуют здесь В первую очередь правительству Карачаево Черкесии, депутатам народного собрания Ну и конечно огромная благодарность, хочется сказать, ветеранам спорта, которые присутствуют здесь В ходе соревнований для тренеров спортивных секций по вольной борьбе вручили сертификаты от главы и правительства республики на право приобретения борцовского ковра В свою очередь тренера и спортсмены выразили благодарность за возможность принять участие в подобных состязаниях Эти соревнования в первую очередь очень важны для наших ребятишек, которые только, можно сказать, делают первые шаги И из таких турниров они уже выходят на мировой уровень, на международные турниры Поэтому этот турнир для нас очень важен А по поводу сертификата, честно сказать, мы очень обрадовались Хочу поблагодарить главу нашей республики Рашида Бориспинича Тимрезова за то, что все время поддерживает наш вид спорта Двухразовые треневки были, готовились, делали, просто бежали Недавно сборы были тоже в Аархазе Сладкие были хорошие, но оказалось, что я чуть лучше, наверное, из-за этого вышел в финал Борцы на турнире показали хорошую технико-тактическую подготовку Всех победителей и призеров отметили памятными кубками, медалями и ценными призами, учрежденными родом Аргуновых Алихан Лебшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия Четыре спортсмены из Карачаева, Черкесии Азамат Татаркулов, Алана Чабаев, Канамат Декушев и Арсен Муссалаев Вошли в состав сборной России и примут участие в чемпионате мира по борьбе на поясах Напомню, соревнования начнутся 14 июля в Казахстане В чемпионате примут участие сильнейшие спортсмены из более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья Красота природы Карачаева-Черкесии и ее исторических и культурных ценностей уникальна Сегодня мы расскажем о древних оландских храмах Нижнего Архыза Слово Святлане Казиевой А я с вами прощаюсь, хорошего вам настроения и всего доброго